доброго всем времени суток мужики вот хочу с вами поделиться похвастаться вот закончил я наконец-то сегодня свой станочек сделанный своими руками аккаунт чистенький еще как бы не в работе не вне никак я уже на нем работал но вот сейчас после покраски после сборки еще в работе не был вот хочу его снять чтобы вы видели вот это вот я сделал своими руками вот все из металлолома купил только патрон центр этот центр там за полтора доллара купил и патрон по моему 27 долларов что такое стоил ну естественно мотор мотор купил до 40 долларов заплатил вот и вот такой вот станочек получился естественно все работает отлично вот такой вот у меня здесь склин идет я его не стал клиент клин туда сюда это все только у 2 болта его поджимают и отлично все он работает абсолютно без всяких проблем винт я сделал центральный почему центральный ну во-первых он тянет центр не сначала я сделал с краю но получается она тянет одно по полосе но чуть-чуть его клинит начинает второе вот и мне центральный винт в общем лучше понравился здесь почему здесь недалеко абсолютно вот этого и все можно видеть как он работает на руке не мешает вот такие вот лимбы насечки сделал здесь и здесь естественно центральный патрон у меня двигается и фиксируется эти два болта можно открутить сейчас она стоит ровно в центр патрона ну два болта можно открутить и можно делать конусность и конусную деталь точить зажимается посредине гайка в любой момент я не стал делать выдвижную бабку поскольку у меня здесь отдельный такой вот конус закрепляется в патрон вот так патрон сюда и выставляется по центру и любое сверление можно вот это вот этим вот и делать но я потом покажу то есть для этого делать бабку которая будет двигаться абсолютно не обязательно это можно сделать но это очень и очень большой геморрой и для того чтобы засверлиться достаточно просто приварить большому четвертому конусу морза полоску пластину и потом его зажимать по центру у него сверло или там патрон и отцентровал как надо отвел поставил заготовку просверлил там все что надо сделать не проблема я вот такой вот вариант решил для себя запускается с кнопочки единственное что я хочу уменьшить обороты у меня можно увеличить обороты но я хочу их уменьшить потому что иногда вот это это этих оборотов много для допустим для мелкой детали нормально а ты какой-то покрупнее детали таких оборотов многовато вот вот так еще у меня место осталось немножко даже для каких-то слесарных работ я поначалу сделал большой станок вот но большой он потом оказался ни к чему и я просто отрезал лишнюю поэтому так вот кому понравилось ставьте лайки пока пока а чуть не забыл я вот смотрел на страничке делает отлично мужик живи не линясь у него такая вот есть и но вот хочу ему вот такое вот решение предложить вот смотрите вот я сделал такое вот решение как крепится суппорт вот здесь вот подшипнички стоят и болт этот был свободно ходит в прорези и этот был ну получается так что здесь все не идеально вот эти вот размеры они не идеальные это все тоже не идеально получается сильно зажмешь клинит слабо отпустишь он где-то нормально где-то подклинивает а где-то проскальзит я сделал вот такое вот решение вот это вот пружинная кусок листовой пружины вот я вырезал полосочку такую вот прорезал отверстие немножко больше и вот этой вот пружиной как рессорой подпираю вот эти два болта и получается она идеально входит все эти самые все подшипнички с этой стороны подшипники нормально все везде прижимает одинаково не клинит не дергает никакой вибрации нет вот это мое личное ноу-хау вот это я сам придумал и даже вот с этим мужиком который вот живи не линясь вот могу поделиться такой идеей вот конечно у него там тоже своих полно идей которые я подсмотрел но вот это вот это мое так что вот с одной стороны такая с другой стороны точно такая система видите она вот держит это все очень я бы сказал крепко без люфта вообще без ничего так что вот так вот все всем кому понравилось ставьте лайки всего пока пока